Прежде чем я перейду к той системе, про которую я хотел рассказать, я должен сказать, зачем понадобилось ее выводить. Ну вот в математике они в какой-то момент придумывают какие-то объекты, которые обладают интересными для них свойствами. Про один из таких объектов я сейчас хочу поговорить. Это некоторая динамическая система, которая на определенном режиме устроена. Но было бы глупо рассказывать про то, как она устроена, прежде чем я вам скажу, зачем людям понадобилось ее исследовать, зачем понадобилось ее придумывать. А остальное вот так. Как мы уже сказали, наша система улучшает таким свойством, что мы можем, зная настоящее положение системы, предсказывать ее будущее. То есть мы можем, если мы знаем функцию f, то мы точно знаем, что если мы в начальном времени находились, например, в точке 0, то мы знаем, где мы будем находиться через тысячу итераций. Мы можем просто взять и посчитать. Применить функцию f, отображение f еще раз, и посмотреть, где мы будем находиться. Но насколько это знание полезно с практической точки зрения? Оказывается, что оно полезно не всегда. Давайте представим себе такую ситуацию. Вот у нас есть наше фазовое пространство, наше x. Вот у меня есть точка x0. И есть ее арбит. Допустим, что вот эта точка x0 моделирует какую-нибудь реальную систему. И я хочу предсказать. Вот я посчитал состояние этой системы, каким-то образом узнал состояние этой системы в начальном времени. и хочу понять, куда она перейдет в момент времени равный 4. То есть через 4 шага. Если я абсолютно точно знаю, что моя система находится в состоянии x0, то я могу честно посчитать, если я знаю тот такой, в котором задается движение, если я знаю мою функцию f, то я могу честно посчитать и понять, где я нахожусь с момента времени 4. Но на практике любые измерения проходят с некоторой ошибкой. Это означает, что... Может так оказаться, что моя настоящая... Мое настоящее положение моей системы в начальном времени находится не в точке x0, а в какой-то близкой к ней точке. Давайте ее возночить через y0. А дальше, возможно, два варианта. Первый вариант состоит в том, что точка y0 будет путешествовать примерно так же, как путешествовала точка x. Что ее образы под действием нашего изображения будут близки к образам точки x. То есть траектория будет проходить до x. Это в некотором смысле такой хороший простой вариант, простой случай. В этом случае, если мы немножко ошибемся с начальным условием, то это приведет к тому, что мы немножко ошибемся с прогнозом. Но оказывается, существует система, и не просто существует их достаточно много, они достаточно распространены, при которых две траектории, которые начинаются в очень близких точках, очень быстро разбегаются между собой. В этом случае динамика была бы устроена так. Давайте я перерисую эту картинку. Вот у меня траектория точки x, точки от точки x0, а вот у меня точка y, которая, например, стартовала здесь, дальше отклонилась от точки x1 достаточно сильно, потом отклонилась от точки x2 еще сильнее, а потом вообще ушла в другую сторону, куда-нибудь вот сюда. Например, это y, это y0, вот это y1, вот это y2, это y3, вот это y4. Нет никакой связи между x4 и y4. Эти точки находятся очень далеко друг от друга. Несмотря на то, что начальные точки были близки друг к другу. Если система обладает таким свойством, что она близкие точки очень быстро, очень быстро расталкивает между собой, то говорят, что такая система имеет хаотическое поведение. Ну, почему хаотическое? Несмотря на то, что у нас каждая следующая итерация однозначно определена предыдущей, из-за того, что мы не можем полностью контролировать все ошибки, мы на самом деле не можем никак предсказывать поведение системы. И как раз сейчас я хочу построить пример системы, которая обладает хаотическим поведением. На самом деле, можно думать по такой системе, например, так, если совсем на неформальном уровне. Вот, допустим, я сегодня ехал на эту лекцию, я мог бы выйти вовремя, а мог бы опоздать, скажем, а мог бы выйти на две минуты позже, чем собираться. Если бы я вышел на две минуты позже, ну, возможно, что я не успел бы на какой-нибудь автобус, но, скорее всего, я бы успел бы на следующий автобус. И, возможно, что я бы опоздал, но опоздал бы, но вряд ли больше, чем на пять минут. В этом смысле такая система, которая представляет собой транспорт, например, города Москва, она достаточно устойчива. Здесь нет хаотического поведения. А теперь представьте себе, что я опаздываю на самолет. И в этом случае я... Представьте себе, что я выезжаю в аэропорт, а дальше если есть тот самолет, на который я собирался сесть, если он еще не улетел, то я сажусь на него, а если нет, то сажусь на первый попавшийся. Понятно, что в этом случае задержка в одну-две минуты может привести к тому, что я улечу совсем в другую страну. и это похоже на вот такое на такую хаотическую динамику. Но это, так сказать, разговор на неформальном уровне. Давайте посмотрим на те два примера, которые я не сделал. А как вы считаете, обладают ли они хаотическим поведением? Разбегаются ли близкие точки под действием нашей динамики? Если мы рассмотрим вот это отображение, отображение, которое уменьшает когда тут двое, понятно, что если мы рассматривали две какие-то точки, которые были близки, то дальше они так примерно вдвоем путешествуют. И примерно вдвоем будут стремиться к нулю. Они не будут далеко уходить друг от друга. А здесь такая же история. Если мы возьмем две близкие точки, то они опять же не будут никуда уходить далеко. Они так и будут вдвоем путешествовать. А может быть вы можете придумать сходу какое-нибудь отображение, которое будет в точке расталкивать. Да, можно было модифицировать это отображение F и рассматривать не отображение, деление и киплённое на 2. А наоборот умножение. Умножать каждый раз каждое от 2. В этом случае две точки, у которых было сначала маленькое расстояние, будут действительно друг от друга уходить достаточно быстро. Расстояние между ними будет удваиваться за каждую итерацию. Но конкретно такая конструкция не очень интересна, потому что в такой конструкции все точки будут уходить на бесконечность. Они будут соответствовать очень-очень-очень большим числам. И это не то, что нам интересно. Нам интересна ситуация, когда две точки ведут себя сильно по-разному, но при этом не уходят на бесконечность. Нам вот интересны такие системы. Но, безусловно, идея с таким вот расстегиванием, с удвоением будет нам использовать. Хорошо, я на этом закончу введение.